Дорогие зрители! В последнее время полеты стали частью жизни большинства людей. Отдых, работа, учеба, причина переезда на другую сторону планеты не важна. Важно то, что на новом месте царит ночь, а на старом месте в это время только-только наступает день. Все идут в кровать, а у вас нет сна ни в одном глазу. Чтобы такого не произошло, стоит ознакомиться с синдромом смены часового пояса, его причинами и способами устранения. Синдром смены часового пояса называют по-другому джет-лак. Если говорить обычными словами, то организм приспосабливается к новому времени. Но он у нас у всех разный, поэтому некоторые могут переносить полеты в другие места тяжелее. Обычно джет-лак не длится больше недели, но в коротком отпуске не хочется терять и несколько дней. Хм, я за собой несколько раз такое раньше замечала. А вы? Наиболее сильно джет-лак влияет на беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Также стоит обратить внимание на процесс адаптации тем, кто не отказывает себе в лишней чашке кофе, злоупотребляет сигаретами и алкоголем. Ну я вроде не беременная, из детского сада уже выпустилась, еще не настолько стара. Но кофе люблю, конечно. Джет-лак может сопровождаться бессонницей, усталостью, головной болью, отсутствием аппетита, потерей внимания, апатии, проблемами с координацией, обезвоживанием. Очень неприятные симптомы. С чем же связана такая реакция? Стоп, давайте сначала вы напишите свое мнение в комментариях. Причины плохого самочувствия кроются в нарушении ритмов. Также на состояние организма и длительность джет-лака влияют долгий и тяжелый перелет, отсутствие необходимого сна перед вылетом, недосып, неправильное питание, недостаток употребляемой жидкости, стресс, переутомление. Как говорится, не надо паники, ведь мы не в Титанике. Давайте разберем, как спастись от всего этого. Если вы не хотите бегать за день до полета или через день после него в поисках способа справиться с джет-лагом, то вам стоит отнестись с вниманием к следующим советам. Первое. Избегайте алкоголя, сигарет, кофеина. Второе. Заранее обратитесь к врачу, чтобы он прописал таблетки, которые вы сможете использовать при необходимости. Третье. Купите такой билет на самолет, чтобы прибыть в пункт назначения ночью. Четвертое. Спите спокойно, высыпайтесь и отдыхайте по мере необходимости. Пятое. За 5-7 дней до вылета постарайтесь готовиться к смене часового пояса. Для этого смещайте время сна и пробуждения на час ежедневно. Пейте достаточно жидкости. Воды. При посадке или даже до нее переведите часы на время страны прилета. Важно осознавать, что теперь вы живете по этому времени. Не бросайте пить воду, но не прикасайтесь к алкоголю. Ноги – важная часть тела, поэтому ни в коем случае не забывайте про нее. Обувь должна быть комфортной. Дамам стоит отказаться от каблуков. Периодически вставайте с места и разминайтесь. Можно походить или устроить себе небольшую разминку. Легко запутаться. То пьем, то не пьем, то снова пьем. Верное поведение в пути – это лишь часть процесса адаптации, поэтому не стоит сразу после прилета радовать себя алкоголем или еще чем-то спокойно. Кофе или что-то погорячее можно пить через сутки. Первые несколько дней употребляйте легкую пищу и пейте много воды. Старайтесь нормализовать режим питания. Также первое время откажитесь от интенсивных тренировок, чтобы лишний раз не напрягать организм. Лучше устроить себе просто отдых и расслабончик на первые два дня. Я вот, например, просто всегда отдыхаю от спорта. А вы как относитесь к активному образу жизни? По секрету скажем, что спать лучше ночью. Если вы добрались до пункта назначения днем, то держитесь изо всех сил и ждите темного времени суток. Если уж совсем не в моготу, то устройте себе небольшой дневной сон. Воздух и солнце – ваши новые лучшие друзья. Прогулка на свежем воздухе поможет легче адаптироваться. Можно еще и массаж у близких попросить воспользовавшись ситуацией. Он, кстати, помогает. В аптеках можно приобрести препараты, созданные помогать подстроить организм к смене часовых поясов. Лекарства помогают вырабатывать мелатонин – гормон бодрствования, который сообщает нашему телу о наступлении темноты. Мол, пора спать, дружок. Их желательно употреблять за два часа до сна в небольших количествах. Заядлые путешественники заверяют, что джетлага бояться не стоит. Следуйте этим простым рекомендациям, не перенапрягайтесь и будете чувствовать себя свежее огурчика. Надеемся, что мы вам помогли. Следите за нашими историями и пишите свое мнение в комментариях.